Республиканское родительское собрание Интересная тема Роль родителя в индивидуальной продюсерской поддержке Ну что ж, я думаю, мы вас заинтриговали Но прежде чем перейти к этой теме Я хочу предоставить слово для приветствия нашему почетному гостю Заместителю министра образования и науки Республики Татарстан Станиславу Робертовичу Андрееву Здравствуйте, добрый день Давайте вот без почетных гостей, без всего вот этого А можно я без микрофона буду говорить? А, для трансляции, да Видите, как хорошо Ну хорошо, микрофон так микрофон Я сам выпускник Казанского государственного университета Здесь все стены родные Здесь нам информатику преподавали Но это было начало 90-х годов Тогда это все еще только зарождалось Напротив, вот, любимый был Ой, я правильно показал, да? КСК КГУ у них суд там же, да? С удовольствием занимался спортом Поэтому для меня вдвойне приятно здесь находиться И большое спасибо Айдару за приглашение Я хочу сказать, что сегодня у меня уже шестое мероприятие На котором я присутствую Я начал с утра с международной научно-практической конференции В ТИСБИО, потом переместился на форум России Тарстан, Чехия Потом посетил выставку Машиностроения, металлообработка Вот сейчас к вам я пришел С заседания антинаркотической комиссии И я вот жаль, что в мое время В наше время, когда мы учились Не было университета талантов Чтобы во всех областях свои таланты развивать И поэтому вот вам очень сильно повезло Что вы живете в такое время Что ваши дети учатся в такое замечательное время И повезло вообще просто находиться Как бы в стенах этого университета Поэтому вам большое спасибо То, что мы вас всех видим Поэтому я как официальное лицо Обязательно должен вас От имени и по поручению Заместителя премьер-министра республики Тарстан Министра образования и науки Нашей республики Рафиса Тимирхановича Бурганова На этом совещании поприветствовать Передать от него очень горячий Искренний привет, поздравления Он сам сейчас находится в Москве Поэтому не может присутствовать На данном мероприятии И я хочу сказать Открывая и приветствие от лица И от имени министерства Что это родительское собрание Оно у нас традиционным является С университетом талантов Для вас, уважаемые родители Это большая возможность Получить определенную уж актуальную информацию По развитию, поддержке Одаренных детей нашей республики И не только республики, но и за ее пределами Для нас сегодня важно понять Какие задачи именно возникают В процессе И оперативно на них реагировать Совместно с вами прежде всего Ну и конечно Наверное Мы сейчас в республике Делаем все С поддержкой именно прежде всего Нашего президента Все для реализации И права каждого ребенка На его успешную реализацию И самовыражение Конечно, семейная среда И играет Огромное влияние И значение В становлении, в развитии Таланта ребенка Поэтому, наверное, и для нас Очень важно подготовить Не только ребенка Но и вас, уважаемые родители Чтобы вы смогли уже Сами создать благоприятную среду Для становления И развития потенциала Ваших детей Поэтому я, наверное Еще раз от лица Министерства образования и науки Хочу вас поблагодарить За то, что вы нашли возможность Принять участие В этом мероприятии И я уверен, что вместе с вами Мы сможем и поставить И решить Стоящую перед нами задачу Поэтому желаю вам Плодотворной работы И всего наилучшего Я просто заранее прошу прощения Мне в половину шестого Нужно быть еще на одном мероприятии Я уж сам себе не принадлежу Вы уж меня простите Поэтому всем желаю Плодотворной работы Еще раз большое спасибо За приглашение Постарайтесь меня почаще использовать Я обещаю всегда приходить и участвовать Спасибо Спасибо большое, Станислав Ромертович За такие теплые слова Ну что ж, дорогие друзья Можете у себя Можете у себя пока оставить С собой забрать На следующее мероприятие Ну что ж, дорогие друзья Мы продолжаем И я напоминаю Наша тема Роль родителя В индивидуальной продюсерской поддержке И когда мы слышим слово продюсер Оно ассоциируется обычно Вот с чем оно у вас ассоциируется Скажите С продвижением Ну, с театром, с кино У кого-то ассоциируется Но на самом деле Продюсерование Это продвижение Во всех областях Не только в театре Не только в кино Не только в музыке И это Такое своего рода Наставничество Об этом мы сегодня Будем говорить О том Какую же роль родитель Играет в продвижении Своего ребенка В его успешной самореализации Какими компетенциями Должен обладать родитель И Какие запросы Есть у родителей К тем, кто Собственно Для вас формирует Какие-то образовательные программы То есть сегодня В живом диалоге Мы будем общаться Поэтому Сейчас хочу сразу Вас попросить Вы можете задавать вопросы Если во время Выступления Кого-то из гостей Рождается вопрос Напишите на бумажечке Передавайте Все свободно Если Родился вопрос И совсем сейчас Хочется его задать Поднимайте руку Обязательно к вам подойдут И вопрос Можно будет озвучить Ну что ж А мы продолжим У нас сегодня Очень много Замечательных гостей И на тему Роли родителя В поддержке ребенка В его самореализации Мы поговорим С проректором По образовательной деятельности Казанского Федерального Университета Дмитрий Альбертович Таюрский Давайте поаплодируем Добрый вечер Уважаемые родители Уважаемые коллеги Очень приятно Что такое родительское Собрание Проходит у нас В Казанском Федеральном университете Мы тоже проводим Родительские собрания С родителями Первокурсников Так что Не думайте Что Родительские собрания Только в школах Проходят У нас в университете Тоже Наверное мы сегодня Будем говорить Все об одном и том же Но я не склонен Говорить Что у нас нет Не одаренных детей У нас все дети одаренные Вопрос только в том Где Как И эту одаренность раскрыть Но самое главное Это мы должны понимать Что С каждым ребенком Мы должны работать В двух аспектах Первое Это чтобы Те таланты Те одаренности Те черты Которые нам нравятся Может быть Их нужно развивать Мы не должны Их потерять И второе Мы не должны забывать Что все-таки Мы живем в обществе И социализация Таких детей Это есть Очень-очень важная Проблема Потому что Любой ребенок Отличающийся От среднего уровня Это есть всегда Проблема с социализацией Мы в университете Дуже давно Работаем над этой проблемой И Сегодня Сегодня уже не секрет Что наши Все педагогические Новшества Направлены на то Что я называю Персонализированной Медициной В образовании Это точно так же Как каждому человеку Мы должны подбирать Свой набор Лекарственных средств В зависимости от Его Генетической карты В зависимости от Физиологических способностей Также Мы понимаем Что сегодня Век развития Информационных технологий Цифровизации Появляются все Реальные возможности Для того Чтобы создавать Реальные Индивидуальные Образовательные Траектории Для студентов То есть Учить массово Учить в среднем Мы уже не готовы И не хотим Мы хотим Готовить Наших студентов Индивидуальным образом С тем Чтобы Каждая Черточка Каждая возможность Студента Она Была замечена И Чтобы получила Адекватное Развитие И адекватное Восприятие В образовательном Процессе И не нужно думать Что Образование Вот все это То что мы называем Процессом образования Вот ребенок Вышел за стены Университета Оно закончилось Ничего подобного Здесь Ваша роль Роль семьи Роль родителей Наверное Еще больше возрастает Чем раньше Если раньше Когда мы учили Так скажу По уровню Среднего Все понимали Так так Все В семье В школе Все дадут И в университете Все расскажут Ты не волнуйся Все будет хорошо То есть сегодня Это Не так Точно так же Как Опять я провожу Аналогию С медициной Поскольку Сегодня Это наиболее Такой наглядный Возможно Пример Точно так же Как роль Активного Участия Пациента В процессе Диагностики Лечения Является Одним из Таких Угловых Корневых Моментов Точно так же И сегодня Роль семьи Родителей В получении Образования Играет Чрезвычайно Важную роль Здесь важно Создать ту Атмосферу Чтобы Во-первых Ребенок Не чувствовался Наверное Сегодня будет Много обсуждений Я просто Сейчас Какие-то Такие Наметки Делаю Ребенок Не должен Себя Чувствовать Изгоем Он не должен Чувствовать Что он Очень сильно Отличается И он Замыкается Сам в себе Поэтому Не секрет Что все Дети Которые Проявили Те или иные Степени Одаренности Они По-иному Воспринимают Даже ту Информацию Которая Им Преподносится И Здесь Очень важно Не Убить И в то же время Не возвести В ранг величия Те Моменты Которые Те Черты Характера Может быть Те особенности Которые Ребенок Проявляет Потому что У нас есть Очень много Примеров Когда Очень успешные Талантливые Дети На втором Третьем Четвертом Курсе Они сходили С дистанции Просто-напросто Они Не выдерживали Вот той Работы Которая Необходима О чем я говорю Здесь Очень Простой Объяснение Простой Пример Если Ребенок Предположим Давайте будем Говорить Одарен Математикой В математике Одарен То ему Очень легко Кажется Что учиться Здесь очень легко Да Действительно Он легко Освоил Школьную Программу Пришел В университет Но Здесь Знания Они ведь Не идут Такими Поверхностными Такими Лоскутно Кусочными Здесь Фундаментальная Подготовка Этим Отличается Университет Фундаментальной Подготовкой Он Это знаю Я Это знаю Он Не знает Он Большей степени Наслышан Пока Что В большей степени Наслышан Наслышанность Это не есть Знание А вот Эта наслышанность Когда они Пропускают За счет Того Что они Наслышаны И уходят От предмета Теряют Интерес К нему Конечно Мы делаем Все Чтобы этого Не было То есть Мы пытаемся Делать Индивидуальные Программы С тем Чтобы То что Легко Для одаренных Детей Оно Проскакивало Мимо А то что Определенной Степени Другой Сложности Задания Другую Тематику Может быть Даже Лекции И занятия Проводим С ними Но тем Не менее Вот эта Наслышанность Она Играет Очень Отрицательную Роль И вот С этим Надо Тоже Очень Понимать И в семье Быть К этому Готовы И я Еще Только Один Момент Отвечу Отмечу Это Момент Ну Он Наверное Больше Присущий Олимпиадному Движению Олимпиадникам Но тем Не менее Все Одаренные Дети Так или Иначе Поднимайте Олимпиады Это Есть Спринт Это Когда Нужно Собрать Все Силы Выстрелить За Два Три Часа Решить Задание Но Эти Дети Совершенно Не готовы К стаирской Работе Забегу На Длинные Дистанции И Вот Это Очень Важная Задача Которая Должна Быть Решена В Семье У Нас Очень Много Ребят Которые Побеждали В Международных Олимпиадах Приходили Они Уже Достигли Таких Да нет Что Вы Так Они Не готовы Работать Любое Достижение Нельзя Возводить В ранг Абсолютной Истины Это Только Есть Относительный Уровень На Сегодняшний День И Надо Понимать Что Завтра Есть Новый Уровень Есть Новые Задачи Хотя У Другой Часть Одаренных Детей Они Все Разные Совершенно Наоборот Слишком Заниженная Самооценка И они Ставят Заранее Невыполнимые Задачи От этого Начинают Страдать Это Другой Аспект Я думаю В итоге Нам есть О чем С вами Сегодня Поговорить И Нам Надо Работать Просто Всем Вместе То Что Делаем Мы Будет Совершенно Бесполезно Если Не Будет Соответствующая Работа В семье Спасибо Но У меня К вам Вопрос Пожалуйста Родился Вопрос Я думаю Что И у Родителей Тоже Вот Мы Проблему Обозначили Что Есть Такая Проблема Перехода От школы К вузу Есть Завышенное Ожидание О своих Знаниях Так Что Нам Родителям Делать В этом Случай Как Нам Готовить Детей К Этому Переходу Чтобы Он Был Экологичным Хороший Злово Экологичный Переход И Вот Вы знаете Здесь Все-таки Больше Такая Социально Психологическая Подготовка Должна Быть Я думаю Что Специалисты Которые У нас По Психологии Детского Возраста Здесь Присутствуют Более Профессионально Чем Я Ответят Мне Просто Кажется Что Надо Настраивать На Вообще Надо По жизни Настраивать На То Что Надо Очень Педантично Постоянно Работать Совершенствоваться Нельзя Останавливаться И в то же Время Быстрые Успехи Быстрый Бег Он Тоже Не Всегда Приводит К Такому Результату Я Понимаю Что Психология Современной Молодежи Хочу Все Сегодня Все Сейчас Вот Но Вот С этим Надо Каким-то Образом Бороться Не Не ломать Конечно Ни в коем случае Ребенка Пока нет Дорогие друзья Ну что ж И мы продолжаем Нашу тему Спасибо большое Дмитрий Альбедович Очень исчерпывающий ответ Я думаю Коллеги продолжат Ну а сейчас Дорогие друзья Слово Предоставляется Исполнительному Директору Университета Талантов Айдар Фаритович Акмалов Ваши аплодисменты Спасибо большое Алина Добрый день Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Уважаемые родители Уважаемые коллеги Мы рады вас всех приветствовать На Республиканском Родительском собрании Действительно Это для нас Традиционное мероприятие Мы очень рады тому Что темы востребованы И вот Вместе уже с коллегами Из Министерства образования и науки Республики Тарстан Такие собрания проводятся Уже ежемесячно Там рассматриваются Различные вопросы Различные темы Наша тема связана С самореализацией С сопровождением Талантливых детей и молодежи Мы считаем Что все дети Талантливые андрины Поэтому По сути вопрос Именно о сопровождении Всех детей В нашей республике Тарстан Именно такая задача Возложена на университет талантов Чтобы те ребята Которые имеют Различные достижения Мы предлагаем им Эти достижения Проявить Представить И мы уже берем На сопровождение Для трудоустройства То есть Все те вопросы Которые касаются Построения индивидуального плана Для таких ребят Наставнической поддержки Поддержки экспертной Потому что У ребят бывают запросы На какие-то узкоспециализированные знания Которые В первую очередь Мы обращаемся К нашим коллегам Из Казанского федерального университета И отмечу Что буквально На осенних каникулах Мы такую смену проводили Осеннюю смену У ребят была возможность Почувствовать себя Студентом Казанского федерального университета То есть Очень такое Разнонаправленное Наше сотрудничество С ведущими Образовательными организациями В том числе С федеральным университетом Конечно Благодарны за то Что есть возможность Привезти на такой площадке Республиканское родительское собрание Ну и у нас Планов громадье На 2019 год Отмечу еще Что Та деятельность Которая связана И собственно Реализуется в университете талантов Невозможно без родителей Почему? Потому что В первую очередь Именно родители Это те люди К которым Наши ребята Дети Собственно И школьники И студенты Порой студенты В том числе Обращаются За советом С вопросом О том стоит Не стоит участвовать Во-первых В том или ином конкурсе В той или иной олимпиаде Иногда Родители выступают Так сказать Локомотивом И предлагают уже Целую линейку конкурсов Я думаю Что здесь Есть те родители Которые говорят У которых Ребята Буквально после Школы На различные Кружки Секции Станислав Рубитович говорил О том Что он 6 совещаний В день Взрослый человек У ребенка Наверное Такие же ситуации Есть Я просто знаю Некоторых знакомых У которых Помимо основной школы Еще 2-3 секции В день В выходных Практически не бывает Потому что В выходные Либо домашняя работа Либо еще Дополнительные занятия То есть Очень насыщенная Деятельность У ребят У школьников И у студентов Мы за то Чтобы эта деятельность Была осознанной И вот Эту осознанность Мы хотели бы повышать Вместе с вами Уважаемые родители Потому что Я думаю У вас тоже Очень много Интересных И примеров Уже из профессиональной Деятельности Когда дело Которым вы занимаетесь Которым вы посвящаете Все свое Осознанное время Опять-таки В течение дня В течение жизни Оно безусловно Должно приносить Некоторое удовлетворение И вот мы вместе С нашими студентами Университета талантов А это для нас И школьники И студенты От 12 до 30 лет Как раз таки Нацелены на то Чтобы найти Любимое дело Которое поможет В принципе Состояться как человеку Как профессионалу И ну и Учитывая опять-таки Все те возможности Которые есть в Татарстане Для получения Высшего образования Для трудоустройства И мы отмечаем Что Конечно Есть Очень крупные предприятия В нашей Но и предпринимательство Это одна из сфер Для самореализации Наука Одна из сфер Самореализации Потому что Тоже ребята В науку Устремляются Мы рассчитываем На то Что в таком формате В диалоге Вместе с вами Сможем подробнее Рассказать о том Какие есть интересные Решения Тех или иных задач В университете талантов И мы готовы Ими делиться Совершенно бесплатно Потому что Это государственная программа Которая поддержана Руководством Республики Тарстана Президентом Республики Тарстана Для этого мы и созданы Чтобы с вами Повышать уровень осознанности И профессиональную Самореализацию Детей и молодежи Бигзу Рахмат Спасибо вам большое Надеюсь на интересный диалог Рахмат А еще я отмечу Алина Что нас в это время Параллельно слушают И видят Наши участники В социальных сетях На всех социальных сетях Университета талантов Я рассчитываю Что у вас Коллеги Тоже будет возможность Задать вопросы Вы пожалуйста Их оставляйте в комментариях Мы отдельно вас приветствуем Потому что Это тоже время Которое вы посвящаете Для того Чтобы узнать чуть больше О том Как работать с детьми И с молодежью Бигзу Рахмат Спасибо большое Айдар Фарич Вот к вам тоже вопрос Да Как представитель Университета талантов Мы сейчас родителям Не только тем Кто очно присутствует Но и заочно Я хочу сказать Что у нас 10 тысяч регистраций То есть это Очень большой охват И сейчас я думаю Что у всех Вопрос возник Вы рассказали Как хорошо Как мы поддерживаем Как помогаем Как направляем Но как попасть В университет талантов Ответь нам Пожалуйста На этот вопрос С удовольствием Алина Спасибо Я отмечу Что есть возможность Абсолютно у всех Открытый доступ Представлен на наших ресурсах Это на портале Университета талантов В социальных сетях Стараемся максимально Оперативно отвечать Что мы просим Представить Это действительно Те достижения Портфолио Ребят Это могут быть И школьники И студенты Дальше мы уже Собственно Эти достижения Изучаем И уже предлагаем Различные варианты Для поступления В университет талантов Мы Как правило Не классическая Образовательная организация Но Наша задача Обеспечить связку Школы Вуза Университетов И предприятий И реальной экономики Спасибо большое Возможно Есть вопросы Если есть вопросы Напоминаю Достаточно просто Поднять руку Если вы в онлайн Смотрите наше Собрание То пишите В чате Ютуб Инстаграм И той социальной сети В которой вы Смотрите Нашу трансляцию Спасибо большое Довольно Исчерпывающий ответ Но На самом деле Сейчас В выступлении Айдара Фаритовича Была затронута Очень важная тема Тема Включение Когда вот у ребенка Сразу много-много-много Олимпиад Конкурсов Кружков Как тут все успеть Как действительно К новым темпам Адаптироваться И здесь Такой встает вопрос О саморегуляции Или если простым языком Сказать О самостоятельности Кто бы Хотел Чтобы его ребенок Стал самостоятельным Поднимите руку То есть Тех кто не хотят Нет Все хотите Чтобы был ребенок Самостоятельным И вот тут Такой вопрос А как помочь Ребенку Стать самостоятельным На самом деле Это самый частый вопрос Который задают На родительских Собраниях Проекта Лаборатории Родительского Образования Как помочь Ребенку Стать самостоятельным И успешным И вопрос Саморегуляции Очень важен Что родителю Делать В этой ситуации Потому что Очень часто говорят Чем больше я делаю Тем меньше Делает он Что делать Как быть И какой Запрос у детей Чем нам Помочь Детям Как помочь Стать самостоятельными И сегодня Для того чтобы У нас Знаете Такой был Полный охват Все целевые аудитории Появились Мы к нам На собрание Пригласили Ну Ребенка Наверное Сложно сказать Девушку Но она является Студенткой Университета Талантов Ярослава Вихарева Давайте ее Поприветствуем Ярослава У тебя сегодня Ответственная миссия От лица Всех одаренных Детей и молодежи Рассказать Проходи пожалуйста Спасибо Рассказать о том Как же нужно Родителю Поддерживать Ребенка Для того Чтобы он был Самостоятельный И успешный Присаживайся Благодарю Ну что ж И у меня к тебе Действительно Вот такие вот Простые вопросы Какими качествами Должен обладать Родитель Для того Чтобы ребенок Успешно реализовался Ну или хотя бы Начнем с простого Стал самостоятельным Самостоятельным Мне очень Спасибо большое За приглашение Собрания Сейчас послушав Полчаса У меня немножко Изменилось Мировоззрение Я готова Ответить Иначе на вопрос Нежели я приходила Какой вопрос Что надо сделать Чтобы ребенок Был самостоятельным Ну тут Что надо сделать Или какими качествами Обладать Что я хочу То есть фактически В твоем понимании Портрет родителя Эффективного наставника Для ребенка То есть Что должны делать Родители Чтобы я был успешным И что они Не должны делать Чтобы я оставался Успешным Вот такой вот вопрос Ну каверзный Немножко Каверзный Я могу ответить На своем примере Я сейчас в 11 классе И меня родители Считают самостоятельным Ребенком Чтобы достичь Этого состояния Мои родители Просто давали мне Свободу И дают до сих пор Они поддерживают Меня Не только в начинаниях И продолжениях Помогают Искать Возможности И Дают ключи Чтобы я Добивалась чего-то Сама И помогают Если надо Они не Навязывают Свою точку зрения Дают свободу Мне кажется Это самое главное А теперь и то же Вот сейчас Почему Буду приставать к тебе Давай Честно приставать Потому что Сейчас вот родители Сидят в зале Конечно все было Очень красиво Потрясающе сказано Мы хотим разобрать Всю твою фразу На инструменты Вот Загибаем пальцы Что нам нужно делать Как говорить Как смотреть Когда давать свободу А когда не давать Потому что Я думаю Что все читали Умные книжки О том Зоне выбора Свобода ребенка О том Что надо все-таки Держать дистанцию Какую дистанцию Держать Мы не знаем Но конечно Нам потом Обязательно Расскажут специалисты Как ты считаешь Буду говорить С лица ребенка Своих родителей Я уже ответила Про свободу Мне кажется Это самое главное Когда родитель Не Когда родитель Друг Он всегда рядом Но Дает Мне так нравится Слово Свобода Когда родитель Помогает Наставляет Но не Грубо скажу Вмешивается И лезет Какие еще инструменты Если взять Дружбу То Он должен быть Современным И Учитывать Тенденции Современные То что нравится Его ребенку Вариться В этой Среде Разбираться И В этой же среде Направлять его Например Я могу Своить На своем примере Мне очень нравится Блогинг Я этим занимаюсь Мои родители Им 40 лет Они современные Но раньше Не разбирали Что такое Инстаграм И Вконтакте Сейчас же К этому Относились Очень-очень сурово Они не знали Что я провожу Время в интернете Зачем это надо Сейчас же Когда они поняли Почему мне это нравится Они сами Мне подсказывают Некоторые ключи И что и как делать Замечательно Сейчас хорошо Относится к Инстаграму Да Хорошо Кого пугает Инстаграм Поднимите руку Отлично Всего 4 человека Подходите к Ярославе С родителями У нее уже получилось Она вас научит Хорошо Замечательно Спасибо большое За ответ Есть что-то добавить Может быть Мы говорим о том Что нужно Что да Да А что не нужно Делать Мне кажется Это логично Чрезмерная опека Когда родитель Я себя слушаю сейчас Когда Да Это параллельно Просто у нас Еще трансляция В этом не обращая Внимания Когда родитель Уделяет слишком много Времени ребенку И ребенок Сам не Ищет ключей Для развития Мои родители Если видят Какую-то возможность Это конкурс Мероприятие Они дают возможность Зарегистрироваться И поучаствовать Если нужна помощь Я к ним обращаюсь Но участвую я сама И реализую проект То же самое Ну вопрос все равно есть Что значит Очень много Да Участвует И здесь я думаю Все-таки наверное На вопрос возраста К которому мы Обязательно перейдем Чуть позже Я имею ввиду В каком возрасте Что значит много Да Например В 15 лет Много Это что Это например Вместе делать уроки Это много Очень много В 15 лет Очень много Ну что ж Я думаю мы обязательно Поглубже К этой теме обратимся Давайте Ярославе Поаплодируем За смелость Потому что она пришла к нам В лагерь взрослых Рассказала всю поднагодную Спасибо Ну что ж Я думаю мы примем к сведению Ярослав комфортнее Если можешь Присесть Да Давайте еще раз Ярославе поаплодируем Ну что ж Дорогие друзья Следующая целевая Вообще основная Целевая аудитория У нас здесь Это родители Для вас сегодня Мы делаем это собрание Чтобы вы Позадавали вопросы Вот я Ярославу посадила Ну в более комфортное место Попросила Ярослава сесть Скажите У вас есть вопросы К Ярославе Вот сейчас есть Уникальная возможность Задать вопрос Человеку по ту сторону Другой возраст Другие ценности Инстаграм вообще Очень легко Ну про Инстаграм Если после собрания Можно будет Технически Наверное спросить Есть ли вопросы Пока стесняются родители Ну что ж Ярослава Я думаю Ты с нами до конца Никуда не уходишь Всегда можно пообщаться Потому что Тут уникальная возможность Получить обратную связь Мы продолжаем И Как сегодня говорилось Университет талантов Предлагает определенные Меры поддержки Студентам Мы называем Да студенты Наши одаренные дети Которые попали В эту программу И одна из мер поддержки Это наставничество Когда С одаренным ребенком Работает специалист Который владеет Надпредметными компетенциями Владеет алгоритмом беседы С ребенком Помогает ему ставить цели Раскладывать их на задачи На этапы решения И самая главная задача наставника Это Именно профессиональная цель То есть мы ставим Профессиональную цель С ребенком И вместе уже поэтапно Смотрим Как мы ее можем достичь Вот такая интересная опция Есть в университете талантов И сегодня у нас есть Один из ярких представителей Наставников университета талантов Да, ну действительно яркий Во всех отношениях Доцент кафедры Экономической теории Управления ресурсами КНИТУ КАИ Ольга Владимировна Антипина Я попрошу вас Ольга Владимировна Сегодня К вам вуз Наверное Собираются родители Активно поаплодировали Я вас попрошу сегодня Нас погрузить тоже В такую тему Наставник Чтобы, дорогие друзья Вы понимали Человек, который Выполняет такую функцию Ну в моем понимании Поправьте, если я не права Такого старшего товарища И здесь Ну поправите, да В любом случае И здесь интересно Что наставник Владеет Немножко другой информацией Выстраивает карьерный путь И тоже знает Детские запросы Так вот К вам я обращаюсь Тоже с таким вопросом Скажите Какие же качества Присущи наставнику И как родителю Этим наставником стать И можно ли Добрый вечер Большая аудитория 10 тысяч Для меня это такой Большой уровень У меня немножко Сердце колотится Надеюсь Это добавит адреналин Моему выступлению Тема На которую я сегодня Хотела бы поговорить с вами Это о том Что такое наставник Как я себя чувствую В роли наставника Потому что наставником Университета талантов Я являюсь Вот с самого-самого начала Мы прошли Достаточно большое Количество обучающих модуль Для того Чтобы прокачать Свои наставнические компетенции Мое базовое Психотическое образование Помогало мне Вот в сопровождении Тех детей Которые стали Моими подопечными Двое собственных детей Есть у меня Которые Я тоже пытаюсь помочь В их продюсерской поддержке Скажите пожалуйста Кто является еще и педагогом Из твоей аудитории Которая здесь есть Кто еще и педагог То есть коллеги Спасибо большое Насколько удачно Получается совмещать Воспитание собственных детей Педагогическую деятельность Наставническую деятельность Вот об этом О том Что такое наставник И чем отличается наставник От родителя Может ли быть родитель наставником Вот об этом сегодня будем говорить Скажите пожалуйста Когда вы слышите слово наставник Какой рождается образ в голове Учитель Это школьный учитель Какой-то жизненный учитель Еще какие-то есть образы Помощник Куратор Отлично Тренер Тренер Да Какие-то компетенции Которые поможет нарастить Ну вот я пофантазировала на эту тему Можно следующий слайд Конечно можно Образ наставника Да-да-да В художественной литературе В тех произведениях Которыми вот сейчас дышит молодежь Образ наставника Он всегда связан с чем-то Таинственным Мифическим Принадлежностью к чему-то Сакральному Таинственному И вот Что-то такое Что недоступно Недосягаемо И чтобы стать Учеником вот такого наставника Нужно еще доказать Собственную состоятельность Да Как попасть Вы узнали этих персонажей? Да Ну вот Классический образ Да Дамблдор и Гэндальф Да Мы можем взять Какие-то классические Януш Корчик Да Вот прямо Яркий пример наставничества Какими же чертами Конкретно обладает наставник Которые отличают его от родителя Следующий слайд Вот это тоже образ наставника И практически мультяшные персонажи Которые являются квинтэссенцией того Что может являть из себя наставник Он не обязательно должен быть сильным Мощным Зачастую это какой-то вот старец Мудрец Да Который является проводником Он может быть вот с зелеными ушами Какой-то непонятной формы Обязательно обладающий какой-то супер силой Принадлежусь к какому-то тайному обществу Которому хочется принадлежать Вот И возможность работать с таким наставником Да Это определенный уровень До которого еще нужно допрыгнуть Поэтому Когда мы работаем И вот Как получается эта вот связка Мне кажется Невозможно стать наставником для кого-то Наставника всегда выбирает Наставляемый Да И в этом отношении Университет Талантов Очень интересно сделал конфигурацию На сайте представлены все наставники И тот, кто заходит на сайт Да Студент Университета Талантов Они имеют возможность посмотреть Прочитать и выбрать Кому бы они хотели пойти Да И кто может их продвинуть в этом отношении У меня есть тоже студенты С которыми я работаю Это студенты Как не ТУКАИ Так и студенты Университета Талантов Вот На прошедшей неделе Которая завершилась конференция По управлению талантами Мы с моим подопечным Который вышел на меня с темой Давайте напишем про тютерскую поддержку Одаренных детей Давай, говорю, напишем Написали статью Разместили в сборнике Пригласили участвовать Его уровень не позволяет участвовать В этой конференции Мой позволяет Вот Я говорю, пойдем вместе Будем выступать вдвоем Я видела, как его Значит, вот Это трясло Потому что аудитория требовательная Аудитория большая Сид профессура И когда, значит, часть доклада говорил он А часть доклада говорил я Потом мы отвечали на вопросы И он стоял за моей спиной Понимая, что Если что-то сейчас будет Пойдет не так То я всегда тот тыл Который поддержит То есть наставник Это тот, кто Задает планку Он оценивает Он говорит Ты делаешь не так Ты не дотягиваешь Ты можешь лучше Сделай лучше И вот На мой взгляд Это вот Так Критичная черта Которая отличает его от родителя Функция родителя Другая Родитель доволен ребенком Вот тем Каким он есть Он счастлив только потому Что ребенок У него есть И он принимает Вот таким, какой он есть Ему не важны Ни от достижения Ни от оценки То есть это базовое принятие Которое формирует Вот этот внутренний стержень И вот такую стратегию Которая позволяет Двигаться дальше Это базовое принятие Помогает А наставник Кто-то стоит в препятствии И требует преодолеть Эти препятствия Вот И Стимулирует Его цель Сделать героем Да И когда вот мы закончили К моему наставляю Подошла Подошли из университет Сказали Давайте публиковаться Вот Да В Аковских сборниках Он сказал Ох Да Меня узнает Научная общественность Супер Я говорю Иди бери контакт И знакомься И двигайся дальше То есть Его стремление Двигаться дальше Я поддерживаю И мы работаем Вместе над этим Давайте дальше Следующий слайд Что там Есть огромное количество Помогающих профессий Да Это тьютеры Родители Наставники Консультанты Функции Каждого из них Они отличаются Некоторой спецификой Но В общем и целом Их общая задача Как бы они назывались Да Оказать помощь И поддержку Но вот я считаю Что родитель И наставник Это такие Достаточно Крайние точки Которые Определяются теми критериями О которых было сказано Выше Следующий А есть какой-то кликер? Нету? Вот Отличная картинка Я ее когда-то нашла Она пленила меня совершенно Видно, что написано? Суровая плитка шоколада Тащит маленький Бесцельный орех Уверенно Куда-то Бесцельный орех Молчит И идет Совершенно четко Осознавая Что наверное Это нерадостное Какое-то место И путь Тоже его совершенно Не радует Вот То есть вот такая Директивная позиция По отношению К тем С кем ты взаимодействуешь Она совершенно неприемлема Зачастую Желая для своего ребенка Самого лучшего Я на эти грабли Тоже наступала Потому что Двое детей Это опыт Особенно первый ребенок Понимаешь Что Это не та позиция Которая помогает Его вывести на другой уровень Да Почему мы так делаем? Потому что Степень значимости Того, что это собственные дети Она зашкаливает Она не дает Совершенно четко понимать Что В какой-то момент Нужно отступить И оказать Просто помощь И поддержку Принять То, что он не может То, что он не хочет Это его совершенно четкая позиция Насколько человек способен Родитель способен Выйти в эту нейтральную позицию И поддерживать ее Но это определенный уровень Саморегуляции Осознанности И значимости Этого самого процесса Дальше Старая презентация Сюрприз Вот тоже Я исхожу из картинок Ребенок Который окутан Той родительской заботой Который совершенно Лишает его возможности двигаться Понятно, что он в таком варианте Даже если упадет Ему будет не больно Но он не получит того ценного опыта Который он мог бы получить Если бы он ушибся После этого встав Сконтейнировав свои негативные эмоции Понял, что ходить туда не надо И двинулся бы дальше То есть Любовь Поддержка Забота Это вот Такой диапазон Понимать баланс Между Крайними полюсами Которые Крайне важно Если мы говорим О поддержке и заботе Должна быть такая нейтральная поддержка Которая помогает Двигаться дальше Это то, о чем Мне кажется Говорила Ярослава Следующие фразы Которые должны были быть написаны В этой презентации Это вдохновение То есть Ребенок должен черпать вдохновение Из той поддержки Для того, чтобы двигаться сам По выбранной для него траектории Сделать собственную траекторию Траектория ребенка Не удастся Это чревато тем Что смотрите Верхний слайд Пассивная агрессия Шоколад с бесцельным лесным орехом То есть он идет Но счастлив он не будет Я буду несчастлив На зло, потому что Вот та траектория Которая была выбрана тобой Она не моя совершенная Она чужая И не приносит никому удовлетворения Двигаться на внешние мотивации Можно достаточно долго Но конечная точка Помогает понять Что я здесь делаю Зачем я здесь Почему я здесь И начинается анализ того Как я здесь оказался Кто меня сюда привел И это разрывает Те отношения доверительные Которые были Если изначально Строится взаимодействие верно И поддержка Тотальное принятие Оно имеет место быть Оно идет по-другому Дальше Так, Ольга, я вам помогу Спасибо Есть некие механизмы Которые помогают Формироваться новым мотивом Родитель совершенно четко понимает Что для ребенка хорошо А что для ребенка плохо И мы пытаемся сделать так Чтобы ребенку было хорошо Способы, которые используют родители Не всегда бывают адекватны Ситуации Есть некие психологические механизмы Которые помогают Появляться новым мотивом Как формируются эти мотивы Ну вот механизм сдвига мотива на цель В чем он заключается Ну давайте разберем На классическом простом примере На маленьком ребенке Там все видно очень четко и ясно Скажем, маленький ребенок Когда он маленький У него Это существо непосредственное У него нет никаких мотивов Скажем, быть аккуратным Да Быть вежливым Ему не хочется здороваться с тетей Которая ему не нравится Но мама говорит Скажи здравствуйте Или там Возьми ложку в правую руку Ешь аккуратно Ему нравится размазывать еду по тарелке Он получает это удовольствие Но до некоторой степени Это не совсем адекватное поведение И мама ласково Но настойчиво Да, говорит Нет, все-таки Да, ешь аккуратно Возьми в правую руку И мотив общения с матерью Возможность общаться с ней Радоваться Беседовать с ней Это базовый жизненный мотив Который помогает ему Вот эти вот правила Да О которых она говорит Усвоить и сделать внутренними правилами Но это происходит только так Когда вот это общение Насыщено любовью И питается любовью Это как будто бы Вот какой-то источник Долго-долго наполняясь светом Да Сторонним светом Сам начинает светиться То есть появляются новые мотивы Мотивы быть вежливым Аккуратным И ребенок воспринимает Это как свои внутренние мотивы Их невозможно принести директивно Да Но если общение наполнено радостью Наполнено жизнью Двительными взаимоотношениями Поддержкой То эти мотивы формируются Это вот один из путей Когда можно некоторым образом влиять Но опять-таки Тотальная поддержка Любовь, забота Являются базовыми Что там дальше? Следующий слайд Нам, пожалуйста И Да Возможность нести ответственность За свои поступки Быть осознанным Быть ответственным Это качество взрослого человека Понятно, что оно формируется постепенно Задача взрослого Задача родителя Как раз способствует тому Чтобы эта ответственность появилась Принять вот эту самую ответственность Возможно только при условии Что ты свободный человек Она означает, что я осознаю Во что вмешиваюсь И действую в конкретной ситуации И сам делаю выбор И это дает человеку возможность Самому ставить цель Намечать траекторию движения К ней Контролировать свой путь Движения к этой цели Он делает самостоятельным Осознанным По траектории Да Вот опять-таки В догонку Услов Кирослава Да, у меня есть свобода Я к ней двигаюсь Это мои собственные цели Это не какие-то внешние цели Это очень мощное топливо Которое позволяет двигаться И достигать Тех задач Которые человек ставит перед собой Дальше Вот очень, мне кажется Важная тема О том, что Нельзя научить ответственностью С помощью каких-то угроз и наказаний Будь ответственным Ты сделал или не сделал Это вот такое чувство Удивительное чувство Которое можно только Ощутить на себе Почувствовать Я несу ответственность Оно такое взрослое чувство И это такое ощущение Которое позволяет Человеку быть взрослым Чувствовать себя на уровне Со взрослыми И понятно, что Все мы балансируем Между победой и поражением И постоянно Вот это вот идет Абсолютное движение От одного к другому полюсу Поддерживать Вот на пути к победам Опять-таки Задача того Кто находится рядом с ребенком Родитель ли это Наставник ли это Да Какие способы Можно использовать При поддержке ребенка В движении к успехам Это обратная связь Да То есть Я говорю о себе Да Я понимаю, что Вот там, скажем Это не очень хорошо Ты делаешь нехорошо А вот мне кажется Что это может быть не так Ты как свободный человек Волен принять мою позицию Или не принять И вот эта свобода Она формирует осознанность Любая ошибка Это урок Это тот урок С которого можно извлечь Совершенно четкие Понятные выводы И ребенок В силу маленького возраста Не всегда Может эти выводы извлечь Если родитель Помогает ему это сделать Ну потому что Опыт у него больше Формулирует он лучше Логические связи Закономерности Он отстраивает четче То ребенок бывает благодарен Если это сделано В ситуации Да Я даю тебе обратную связь Я поддерживаю А у тебя есть возможность Принять или не принять Хорошо Если родитель имеет возможность Обеспечить ребенку Какие-то вот такие Быстрые личные победы То есть ситуация успеха Она дровит Она окрыляет Она оставляет действовать Эффективно Ставить какие-то Более амбициозные цели Двигаться вперед Ситуация Когда мы празднуем Эти победы вместе с ребятами Она тоже дает Вот ощущение того Что победа была Она зафиксирована И память об этом Она помогает И греет его На протяжении Скажем Того долгого пути К цели Которую он поставил себе Возможно Более амбициозную Дальше что И тоже важный момент Ответственность Это всегда выбор задач Которые ты можешь потянуть Если задача выбрана Очень высокая Очень амбициозная Как правило Она ставится Кем-то извне Родитель это Или наставник То она должна быть Скоррелирована На возраст и способности Того с кем ты работаешь Потому что Если задача Архи сложная И возникает Тая ситуация Когда ребенок Не может достигнуть цели У него появляется Опыт Недостижения цели И это не всегда Работает на результат Что хочу сказать еще О том что Наставничество В моей жизни Это такая Большая Интересная тема Которая появилась Вместе с университетом талантов И работа с теми Кто является моим подопечным Оставляет мне истинное удовольствие Это или какие-то регулярные мероприятия В университете талантов Это иногда Когда ты ему пишешь Как дела А он говорит Меня заставляют Задавать базовую математику Место профильной Ты ему пишешь Как это соответствует тому Что ты хочешь Он говорит Совсем не соответствует тому Что я хочу Что можно сделать Пишешь ты Он говорит Ну можно сделать Вот это Вот это Вот это Отлично Пишу я Что ты будешь делать Я буду делать Вот это Давай Пишу я Я в тебя верю Делай это И потом Значит он пишет Все супер Мы договорились Мне дали дополнительные учебники По математике Я буду давать профильную математику Потому что она Именно она нужна Для того чтобы я поступил Туда куда я хочу То есть Это какая-то такая Локальная поддержка Которая позволяет Чувствовать Да вот Эту стороннюю поддержку И вот сама Тема наставничества Да Вместе с Райдинской поддержкой Мне кажется Это такая удивительная синергия Которая может привести к тому Чтобы талант Да Или какие-то скрытые Потенциальные возможности Они раскрылись Вот в какой-то такой Совершенно новой форме Да И позволили ребенку Обрести вот Ту самую стимулизацию И быть счастливым Последний слайд Вот очень люблю Эту картинку Мхатовская пауза Да Да Все Все Спасибо Ольга Владимировна Вот на самом деле Вы сейчас в одной презентации В одном выступлении Столько инструментов заложили Что я думаю Мы не успели посчитать Давайте Начнем С чего нам начать С чего родителям начать Что будет первое Какой наш первый шаг К наставничеству Мне кажется Тут нет никаких универсальных инструментов Это очень индивидуальная работа По доводке того Инструментария Которые есть у каждого Да Мне кажется Главное на этом пути Рефлексировать То что получается Или не получается И делать поправку На того с кем ты работаешь Вот это самый универсальный инструмент Делать поправку Все остальное Это техника Да Да Индивидуальная доводка Для кого ты работаешь Для кого ты нет Спасибо большое За ваше выступление Ну что ж Я предлагаю сейчас Пользоваться моментом Ольга Владимировна Опять Сказала нам инструмент один Но у нее еще Как вы видели Целая копилка Давайте задавать ей вопросы Так Есть вопрос у нас Дмитрий подождите Наши слушатели В онлайне Хотят тоже Слышать ваш вопрос Спасибо Полинчук Дмитрий Мои детки Мои детки тоже Прошли Или так Находятся в университете Талантов Сейчас слушая Ваше выступление Знаете Я обратил внимание На фразу Когда вы сказали Мама ласково Поправляет ребенка Чтобы он не размазал По тарелке Скажем Кашу Возьми В правую руку Я транслировала Позицию По собственным детям Я бы сказал Знаете Я просто Как-то Мне Врезалось Наверное Лучше сказать Для ребенка Как мы говорим Чтобы была у ребенка Свобода Возьми ложку Как тебе удобно В этом плане Я просто Как человек советский Времен Тоже Нас всегда там учили Правую руку Правую руку И только уже спустя Вот сейчас Современная Россия Все-таки Переходим На именно Тот момент Что Если маленький ребенок Начинает брать Левую руку Ему это удобно Не надо его физиологию Перестраивать И соответственно Дальше Вот такой Лайфхаб От папы Спасибо Большое за комментарий Очень приятно Вообще Что у нас папа Присутствует В аудитории Это здорово Мы продолжим У кого еще есть вопросы Так Нет Вопросов нет Я бы воспользовалась На самом деле Ситуацией А есть у кого-то дети Которые являются Студентом Университета Талантов Есть И у вас нет К нам вопросов Вы сразу разобрались Во всей нашей системе Ну как-то Я своего ребенка Поддерживаю Семь Да И так же Я согласна С Ольгой Владимировной Что так же Становилась другом И наставником Выбор ребенка Я всегда одобряла И поддерживала Он выбрал После 11 класса Ваш институт И я С удовольствием С ним поехала И подавать документы Вместе На каком курсе Четвертый Нравится учиться Отлично Это была неделя Которую никто не забудет Ни наставники Ни студенты Это точно Потому что взаимодействие Наставник-студент Конечно Дает очень большие результаты Но все-таки возможно Смотрите Мы сейчас конечно Говорим всегда О том что хорошо Но всегда может быть лучше Вот чего бы вам Родителям хотелось Может быть вам Не хватает какой-то информации Может быть каких-то встреч Подумайте О запросе К тем Кто эти встречи организовывает Возможно Можно сделать еще лучше Ну а сейчас конечно Можно еще вопрос задать Вы говорите Настраивайте детей Только на победу А как же Просто участие Попробуй Есть же шанс У всех детей Конечно Участие Оно дает Тот бесценный опыт Который потом Придет к победе Вряд ли кто-то Начинал с побед У всех сначала Было участие Да Но стоять перед собой Никто не участвовал Просто чтобы поучаствовать Да Даже если ты понимаешь Что шансов у тебя нету Где-то внутри Совсем глубоко У тебя живет надежда О том что Ну может быть Да 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 Еще вопросы Конечно Подождите Все в микрофон Я не согласна С этой фразой Вас проскользнуло Что родители Всегда довольны Своим чадом Что вот они Что-то сделали И хватит на уровне Мы наверное Семейка такая Которые Всегда недовольны Тем что у нас Ребенок делает И хочется Большего 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 Хотя нам учителя Говорят Хватит Тормозните И ребенок Каждый день Что-то ищет Еще и дальше И дальше Мы не ставим Препятствия Не ставим Ей каких-то Цепей там Ограничивающие Мы всегда говорим Да Иди Хочешь Иди Мы только поможем И поэтому Наверное Не все родители Которые довольны Тем что ребенок Что-то уже сделал Нам всегда Этого мало И мы вместе С ребенком Говорим Да Мало Идем дальше Но идем вместе Всегда Вот Важно Чтобы только Инициатива Исходила Из него Из ребенка Отлично Из ребенка Если даже У нас Какое-то Поражение На конкурсе Мы стали Не первое место А третье Сначала Конечно Мы это Очень тяжело Переживали Сейчас уже Лучше Она вроде И расстроилась Но уже В машине Ищет другой Конкурс Я еду Дальше Если ей Помогает Вот это Ощущение Движения Достижения 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 Жизни Да То ваш Зача Это поддерживать Даже если Это не успех Ресурс того Чтобы я Родитель Я поддерживаю Люблю тебя Таким Мы не говорим Что ты умница Ты прям Супер Супер Нет Учись Совершенства Нет предела И человек Вообще Не совершен Никогда Нужно Идти дальше Согласна Спасибо большое За ваши комментарии Есть у нас Вопросы В социальных сетях Юля В социальных сетях Есть вопросы Кольге Пока нет Пока все Воздерживаются Ждут Ну что ж У нас будет Еще 30 минут Специально Для свободного Микрофона Для вопросов Вы можете Задать вопрос Любому спикеру Абсолютно Любому Ну а сейчас Дорогие друзья В этой замечательной теме Родитель как наставник Какими же компетенциями Должен обладать Родитель как наставник Или если мы проще скажем А что должны знать Родитель Про своего ребенка Чтобы быть ему Замечательным наставником Который помогает ему Эту тему Нам поможет Раскрыть Еще глубже Наш замечательный гость Психотерапевт Единого Европейского регистра Держатель Всемирного сертификата Психотерапевта Гендиректор Тренинговой компании High Human Technology Марина Владимировна Белокурова Давайте ее поприветствуем Марина Владимировна Спасибо, что вы к нам Сегодня приехали Ну что ж Какими же знаниями Должен обладать Родитель Спасибо Я очень рада Что я сегодня здесь И неделю назад Я была на прекрасной конференции И форуме Посвященному той же теме Раскрытию талантов Я тут посчитала Что я занимаюсь Этой темой Раскрытия талантов Уже около 50 лет Последние 30 лет системно И обычно Как психотерапевт Ко мне приходят люди Которые не смогли Открыть свой талант И они Уже будучи взрослыми Стараются Наверстать то Что они не смогли Сделать раньше И с одной стороны Эта тема Не очень веселая Потому что Приходится очень много работать С другой стороны Если бы они стали Раскрываться так Как они хотели Это называется Психология Детское решение То тогда бы мы Не могли Говорить о них Как о взрослой реализации И с этой точки зрения Вроде бы Социальная среда Она права В том, что она запрещает Ребенку Использовать то самое Детское решение И проявлять свой талант Так, как он может Я изучала Немецкую систему Воспитания Открытия Одаренности Японскую систему И думала Когда же наступит Тот момент Когда и у нас Каждый ребенок Будет Раскрыт Во всем своем Многообразии Своих талантов И вы знаете Я очень рада Что этот момент Наконец наступил И если раньше Мы могли говорить О спецшколах Одаренных детях Талантливых Эти школы Были все наперечет И честно говоря Я сама оканчивала Спецшколу Математическую То сейчас У нас Такой момент Когда мы просто Не можем Пробрасываться Тими талантами Одаренностями Которые есть В нашей стране Другое время Другая эпоха Другие темпы Другие дети Дети другие И это удивительно Перед тем Как сюда ехать Я сделала Небольшую фокус-группу Успешных детей 26 лет И удивительно Что они В своей обратной связи Вот что им помогло В их родителях Что им помогло Развить их таланты Были абсолютно Похожи Не идентичны Конечно Но очень похожи В главных В главных позициях Если говорить Кратко То Прежде всего Родитель Должен Следовать За природой Ребенка Фраза С одной стороны Кажется банальной С другой стороны Она очень глубокая С третьей стороны Это огромная Родительская Потому что Никто Кроме Родителя Не может Изначально Почувствовать Эту природу Пирода Ребенка Означает Что он Не должен Реализовывать Ожидания Наши ожидания Родительские И Как только Родитель Особенно мама Конечно Замечает Что она С определенным Разочарованием Смотрит На своего Ребенка Она даже Не представляет Какую травму Она наносит Своему Подрастающему Сыну Или дочери Потому что Прежде всего Прежде всего Это Глубочайшее Принятие Вот Того Что этот Ребенок Пришел То Что он Родился То Что он Развивается Помогает Ему Раскрыть То Что в нем Сокрыто Нет Одинаковых Детей Я совершенно Согласна С тем Что Вы говорили Что все Дети Талантливые Просто Надо Находить Подходы И Те Успешные Дети 26 лет Которые Мне отвечали Они Говорили Донесите Пожалуйста Что Путь К нашим Талантам У каждого Ему Но Я бы сказала Что Не хватит Просто Следовать За природой Нужна Система Нужно Знать Определенные Реперные Точки На которые Обращать Внимание Нужно Знать Возрастные Особенности И Опять Таки Возвращаясь Что Сейчас Другое Время Я считаю Ну Одной Из своих Задач Делать Определенный Обзор Для Родителей Говоря Что Надо Делать В каждом Возрасте И чем Контакт С ребенком В разном Возрасте Отличается От Зависимости От того Сколько Ему лет Когда Я Вот Буквально Сегодня Приехав В Казань Заговорила О теме Конференции Своей попутчице И она сказала Боже мой Что же мне делать У меня ребенку Уже столько лет Я опоздала Потому что Все самое главное Закладывается До шести Это не означает Что ничего Не надо делать Вот возраст Который указан На университете Талантов До 30 лет Это очень Значимый рубеж Потому что В 30 лет Начинается Кризис Самоидентификации Это кризис Которым Ребенку Тоже нужна помощь Потому что Именно тогда Он говорит Я хочу стать тем Кем я есть А не кем Которого Сделал В меня Социум Да Мы безусловно Должны научить Нашего ребенка Правильно Социально жить Он без этого Не может Но Если он Не будет Заниматься Собой В 30 Этот кризис Просто Отодвинется Отодвинется Дальше И настигнет Его в 35 45 55 Ну и Честно говоря По своему опыту Я могу сказать Что в 65 лет Если человек Не открыл себя Это очень Малая вероятность Что он действительно решится На такую Ну Такую ситуацию Это редкость Прямо секунду Можно чуть ближе Микрофон Социальные сети Просят погромче Хорошо Не надо повторить Все что я сказала Если социальные сети Нам напишут Что надо повторить Повторим Им отдельное видео Запишем Еще раз Идти за природой Ребенка Ее чувствовать Системность И ликбез Вот я не побоюсь Этого слова Психологический Ликбез Я очень много лет Ну Фактически Последние 30 Занимаюсь тем Что Рассказываю Первопричину Сложившейся ситуации И вот Знание Первопричины Оно очень Помогает В будущем Потому что То что не было Заложено Вот до этого возраста Ну Условно говоря До пубертата Потому что После пубертата Уже мало что Можно привнести Не означает Что человек Этого сам Потом не сможет Сделать Или не смогут Дать его родители И поэтому Слава Богу Наш мозг Обладает Неропластичностью Нерогенез Существует Не все нервные клетки Отмирают Они постоянно Возобновляются Ура И поэтому Наш мозг Может работать И главное Главное в этом То что Все время Предоставлять Такую Разнообразную Социокультурную среду В которой мозг Может развиваться Если перестать Учиться До 30 лет То после 30 лет Это сделать Я хотела сказать Почти невозможно Но я не буду так говорить Можно Но очень тяжело Не говоря уж потом Что если Притормозить до 40 Или до 50 Поэтому Учиться Учиться И учиться И вот это Вот Life Long Learning Я перевела Как Обучение Длиной в жизнь И сейчас Это становится Сверхактуальным Постоянно образовываться Причем Постоянно устраивать Себе Такие микрострессы По изучению Нового языка По изучению Новой дисциплины Попадания В новую обстановку Если это будет Избыточный стресс Психика затормозит И выстроит защиту Но если это будет Управляемый стресс Тот который Я себе Осознанно устраиваю Ну как скажем Новый язык То это будет Очень хорошая Гимнастика Итак Моя фокус-группа Сказала Что им Больше всего Помогало То что У их родителей Была Природная Чуткость Но это Как раз Следование В природе Спокойная Чуткость Что говорит О отсутствии Насилия Границ То что К ним Обращались На равных То что Их уважали То что Вовлекали Во взрослые Дела Не разделяю На детские И взрослые То что Показывали Мир То что Уважали Их поступки И Родители Были Их другом Это очень важно Когда мы Не просто Родители Своим детям А мы Ищем Очень Правильные Друзья Итак Я хочу вам Показать Систему Давайте Тогда Поедем К слайдам Так Меня Можешь Пропустить Итак Смотрите Вот Особенности Возраста Каждый Возраст Он требует Своего Языка Он Развивает Совершенно Определенные Структуры И Если Эти Структуры Не будут Развиты Если Ребенок Не Получит Этого Это Будет Определенные Дефициты В будущем Итак Кризис Трех Лет Кризис Трех Лет Заключается В том Что Ребенок Впервые Начинает Сепарироваться От Матери И Единственный Способ Я Хочу Подчеркнуть Единственный Способ Посредством Которого Он Может Разделить Я И Не Я Это Проявить Упрямство Вы Не Представляете С Каким Количеством Травматических Ситуаций Я Сталкиваюсь Как Психотерапевт Из-за Того Что Ребенок Не Смог Проявить Вот Это Не Буду Это Не Буду Оно Просто Может Быть Зафиксировано Материнской Установкой Которая В этом Случа Но Страшные Названия Патологическая Витальная Установка Потому Что Все Что Транслирует Мама Это Закон Жизни Вот Как Мама Сказала Так И будет Представляете Вот Такая Ситуация Например Рождение Второго Ребеночка Старшей Сестре Три с половиной Года Родился Маленький Мама Очень Занята Мама Очень Любит Обоих Детей Нет Никакого Вытеснения Подавления Нет Но Ребенка В детский Сад На Смотр Рано Провожает Папа И На общем Ощущение Напряжения Волнения Ребенок Говорит Я тоже не хочу Участвовать Смотр Рано Ну Не хочу И все Но Мама Провожает Говорит Детка Моя Ты Меня Не Подведи Почувствовали Да И Ребенок В этот Момент Получает Глубочайшую Установку Что он Больше Никогда Не скажет Родительской Фигуре А это Может Бать Муж Это Может Бать Начальник Это Может Бать Коллега Потому Что Все Может Попасть Под Определение Я Подведу И Это Означает Что Очень Многие Вещи Будут Вызывать Фрустрацию Это Означает Более Того Что Следующие Этапы Сепарации По Которым Мы Сейчас С Вами Увидим Они Будут Порождают Чувство Вины Что Я Так Сказала Следующий Слайд Что Здесь Лучше Делать Безусловно Надо Чувствовать Что Ребенок Делает Из Своей Природы А Что Он Действительно Делает Ну Потому Что Он Ребенок Это Может Быть Только Материнское Чутье И Если Мама Почувствует Что Это Очень Важно Для Ребенка Да Надо Потратить Время Надо Посидеть С ним Часа Два Завязывая Ботинок Но Показать Ему Смотри То Что Ты Делаешь Это Важно А Уж Не Говоря О том Что До Пяти Лет Должна Сложиться Такая Важнейшая Структура Для Будущего Раскрытия Талантов Как Сила Воли Не Все Родители Знают Что Если До Пяти Сила Воли Не Сложилась Ей Почти Невозможно Сложиться Дальше Поэтому Помочь Ребенку Довести До Цели В Это Время Это Очень Важно Если Ребенка Не Будет Вот Этого Переживания То Будет Складываться Вот Такая Внутренняя Система Я Вас Всех Накажу Та Самая Агрессия Которая Непонятным Образом Посещает Зрослого Человека Когда Он Не Смог В силу Каких-то Обстоятельств Как Ему Кажется Сказать Я Не Буду В этом Участвовать Я Не Буду Это Делать Потому Что Он Связан Обязательством Которое Похоронено В О Бессознательном Когда Мама Ему Сказала Ну Например Не Подведи Дальше Кризис Десяти Лет Это Вторая Точка Сепарации Когда Ребенок Находится Между Двух Миров На самом деле Тяжелейший Этап Пубертата Он И не Взрослый И не Ребенок Этот Этап Называется Психологией Крушения Авторитетов Но Родители Еще настолько Значимы Что Ребенок Не Может Прямую Заявить Им Свои Претензии И Все Претензии Сыпятся На Учителей И Меня Часто Спрашивают Что Делать Если Приходит Ребенок И Говорит Мама Я Понял Что Наша Учительница Мария Ивановна Дура Я Отвечаю Вы Должны Встать В Позицию Заинтересованного Наблюдателя Сказать Как Интересно А Что И Просто Позволить Ребенку Высказаться Не Занимая Ни ту Ни другую Позицию Если Вы Займете Позицию Ах Она Какая Нехорошая Вы Позволите Ребенку Стать Минимально Невоспитанным Максимально Хуже Даже Если Вы Займете Позицию Учительницы Ребенок Просто Будет Бояться Высказывать Своё Мнение Поэтому Безоценочное Заинтересованность Это тот инструмент Который Надо Вот Применять В этой Позиции И то Что Складывается В это Время Это Та Эстетика Которую Потом Будет Ребенка Поддерживать Здесь Впервые Он Может Говорить Мне Это Не Нравится Более Того Если Он Не Научится Это Говорить Вот Здесь Вот Находится Основание Того Будущего Критика Внутреннего Который Нам Дает Вот Эту Колоссальную Неудовлетворенность С собой Здесь Его Корни Следующий Кризис Он Называется Очень красиво Эксенциальным Кризисом В 16 лет Ребенок Ребенок Впервые Бессознательно Начинает Ощущать Что Свою Собственную Жизнь Ему Придется Жить Самому Никому То Но Трудность Заключается В том Что Он Этого Не Понимает То есть Чувствовать Он чувствует А с чем Связано Депрессия Одиночество Брошенность Желание Там От всех Уединиться Он Просто Не Понимает И Это Настолько Непростой Период Что Я Всегда Родителям Говорю Будьте На расстоянии Вытянутой Руки Ну В данном Случа Можно сказать Что Будьте На расстоянии Мобильного Телефона Нельзя Оставлять В это Время Ребенка Но Нельзя И вторгаться Во-первых Он вас Может Не пустить И сказать Стоп Ты Меня Не Понимаешь Счастье Немногих Родителей Если Дети Их Спрашивают А Совершенно Не верят Что С их Мамой Или Папой Случалось Что-либо Подобное Если Ваше Счастье И вас Ребенок Такое Спросил Надо Говорить Да Да Значительно Хуже Чем У тебя Сейчас Я тоже Страдал Никого Не хотел Видеть Меня Никто Не понимает И Молча Гибнуть Я должна Это Все Было Но В это Время Не надо Упускать Ребенка Используя Своего Внимания Одновременно Не вторгаясь Его Границы Поэтому Услышать И поддержать Если он Спросил Это Ваше Счастье И Вот Во многом Что я Сегодня Услышала Вот И вчера От своей Фокус-группы Вот Таких Замечательных Моих Аспирантов То, что Им было Важно Что родители Были Вот так Вот Этично Рядом В общем Этот возраст Побыть рядом Не вторгаясь Пространства Дальше По поводу Языков По поводу Разных Систем Экстренного Интенсивного И Всякого Другого Воспитания У психики Есть Свои Законы Лучше Знать Чем Не Знать Маленький Ребенок До Школы Не Способен Воспринимать Мир Абстракций У него Нету Логического Мышления У него Еще Нету Той Представности Которая Позволит Ему Запоминать Те вещи Которые Запоминает Школьник Его Психика Не готова Что Может Маленький Ребенок Это Мир Образов Когда Он Многократно Выражает Себя Через То Что Он Лепит Рисует Вытворяет Из песка Он Всевозможными Способами Пытается Посмотреть Какой Он В отражающем Его Мире Потому что Внешний мир Это наше Зеркало И Максимально Дать Ребенку Возможность Себя Выразить Через Этот Образ Это Очень Важно Те Люди Которые Не Могут Этого Сделать Потом Идут К арт-терапевтам И Выражают Все Что Они Не Выразили В Своем Маленьком Возрасте Следующим В 10 В 11 Наступает Мир Чувств И В этом Времени Очень Важно Чтобы Ребенок Мог Проявлять Свои Эмоции Поэтому Так Важны Студии Важен Театр Важны Книги Еще Вот Для Всех У кого Есть Маленькие Дети Они Выросшие Вот Обязательно Попросите Их Сохраните Эссе Чаще всего Даже Философские Которые Они пишут В 11 Лет Потому Что В В этом Возрасте Главным Поверенным Для Детей Начинает Быть Дневник Куда Они Поверяют Свои Чувства Ну Я Думаю Что Здесь Настолько Продвинутые Родители Что Все Знают Что Дневник Ни в коем Случае Нельзя Заглядывать Ни при каких Обстоятельствах Даже Если Вам Там Разрешили Не надо Можете Много Узнать Но То Что Пишется В 11 Лет Иногда Кажется Что Ничего Лучше Человек Написать Не Может Потому Что Его Вот Эта Внутренняя Эмоциональная Насыщенность Этого Периода Она Способна Породить Потрясающие Тексты Ну И Музыка В том Числе Поэтому Этот Период Это Мир Чувств 15-16 Вот Когда Наступает Вот это Эссенциальное Одиночество Для Ребенка Очень важен Язык Социальной Активности Вот Что Я могу Сделать На самом Деле Вот К чему Я Вообще Предназначен К чему Я Имею Склонность Как Я могу Увидеть Результат Своих Трудов В одном Из Американских Штатов Очень Давно Был Приведен Такой Эксперимент Его Мэром Мэру Просто Надоело Что Подростки Разрушают Город Рисуют Граффити Бьют Автобусные Остановки Он сказал Окей Этого Больше Не будет И создал Такую Бригаду Чрезвычайного Реагирования За ночь Весь город Убирался Как будто Ничего и не было Как вы думаете Что произошло Через год Идеи Да Чисто стало Конечно А еще Через год Выросли На три порядка Очереди К детским Психиатрам Почему Поставьте Вот Ребенок Что-то Рисует На следующий день Он видит Ничего нет Он рисует На следующий день Он видит Ничего нет Он рисует Он никто Что бы он ни сделал Он не оставляет Следа То есть Естественно Надо было Выделить стены Для граффити Отдельно Чтобы это было Как-то В таких Социальных рамках Но Эксперимент Конечно Поразил Воображение И к этому Стали присматриваться И прислушаться Поэтому 15-16 Это социальная активность Которую хочется Увидеть Как результат Волонтерство Добровольчество Помощь Экологические Субботники Мне повезло Когда я училась Мы каждый курс Ездили на Картошку Когда я своим Студентам Говорила Как это здорово Они на меня смотрели Говорили Мэна Владимировна Зачем И в одну из суббот Их отправили Убирать листья И сказали Это вы виноваты У нас такого Раньше не было Хотя это Прекрасная практика И чуть про языки Трех-четырехлетний Ребенок Умеет общаться На языке Хорошо Плохо 10-11 Нравится Не нравится 15-16 Справедливо Несправедливо И никак иначе Говорить Говорить маленькому Ребенку Тебе стыдно Это несправедливо Бесполезно Он не имеет ничего Что это услышат Вы можете подростку Время Полтора года Это безопасность Это закладывает Это закладывает мама И она дает ощущение На всю оставшуюся жизнь Насколько ребенку Безопасно жить вообще Дальше 3-4 года Понятие территории Я бы сказала Что это отцовская фигура Даже не в смысле Что это папа как папа А это Принцип отцовский Хотя очень часто Это действительно Отец Который учит Ребенка играть Который вовлекает Его в общий процесс И от этого В будущем Зависит Насколько ребенок Будет вообще Развивать свой талант Нет Если у него Не будет безопасности Он вообще Ничего не будет развивать Это вот прям Надо понимать Что если у ребенка Базовой безопасности нет Он вообще Не способен Стать социальным Сленом Взрослым Общества А понятие территории Это уважение К тому Что я могу делать Что это означает На практике Что если ребенок Играет Не надо говорить Бросай свою игру Пошли ужинать Тем самым Вы можете заложить Ребенку Полностью обесценивание Того что он делает А поскольку Это в раннем возрасте Делается То каждый вот такой Вот посыл Это посыл Фактически Знаете Такие скрижали Которые Прямо вырезаются На психике ребенка Дальше 9-10 лет Это тоже мама Мама, которая Показывает границу И что за этой границей И вот как вот здесь На слайде написано Это интеллект Да, интеллект Закладывает материнская фигура Закладывает Такие врата разума Понимание Что у нас За тем Что не я 13-14 Это складывание Своего гендера Опять папа И отцовская фигура И отцовский принцип Это закладывание Гендерных отношений Отношения К себе К своему гендеру Отношения К другому гендеру И на этом В общем-то Заканчивается Первый этап Развития психики А вот пойдет Ли ребенок Дальше Это зависит От того Насколько он Безопасно чувствует Процесс Своего развития Насколько он Может быть Поддержан В этом Потому что Удивительным образом Но именно Семейная лояльность Лояльность Семейным принципом Может быть Одним из препятствий Когда мы не можем Развить свой талант Потому что Мы боимся Что нас не будут Любить другими Потому что Мы боимся Что мы нарушим Какие-то семейные уставы Если я стану другим То Возможно Я выпаду из семьи И это не так просто Но Вот из этой Первой Из этой первой Линии развития Вот необходимых Структур психики Следует Насколько я могу Дальше научиться Радоваться Насколько я буду Уважать Свои достижения Насколько я буду Обладать Мышлением Больше чем Обыденное Насколько я буду Альтруистичен Насколько я буду Отвечать За то Что я В этой жизни Делаю Дальше Ну и опять-таки Про пять лет Я уже неделю назад На конференции Рассказывала Про этот Потрясающий возраст У кого Есть возможность Спросить своих детей Или вспомнить С кем они хотели быть Пять лет Безусловно Пятилетний Ребенок не знает Что такое Архитектор Или летчик Или космонавт Но он чувствует Состояние Которое он хочет Потом реализовывать Я всегда Привожу пример Про себя Я хотела быть Археологом Я им стала Но просто Предмет Моей деятельности Психика Я там Я там Делаю Раскопки И там Делаю Собирание Расколотого Я Поэтому Это принцип Который в пятилетнем возрасте Ярче все проявляется Потому что В пятилетнем возрасте Первый раз Ребенок говорит Я И у него Есть ощущение Что это такое Его собственное Я И то Чем он будет Заниматься Фактически Это первая Профориентация Примерно В пубертате Возникает Свой учитель Это очень важный момент Который в будущем Будет определять Фигуру наставника В следующие годы Свой учитель Это не родитель Это как раз Возможность Увидеть В окружающем Меня мире Еще кого-то У кого я хочу Учиться И я бы сказала Что здесь дело Не в детях А дело В том Учителе Который примет Этот вызов Быть своим учителем Потому что Это очень большая Ответственность Услышать Что ребенок На тебя возлагает Услышать Что Ты ему очень нужен Не побояться Больше работать В это время Потому что От того Каким ты Вот будешь Своим учителем Ну Дальше Чтобы ускладываться Его жизнь Ну Здесь еще Есть большая тема Почему именно Сейчас Важно так Работать Над талантами И потенциями Я очень коротко Скажу Потому что У нас есть еще время? Вопросы уже Но я вам хочу сказать Что у нас Сейчас время Когда мы Наконец-то Первое поколение То есть Примерно Вот Те дети Которым Сейчас Десять Да Оно Освободилось От наследства Тех потрясений Которые у нас Были в истории Страны Это первое поколение Которое Возможно Действительно Развивать Во всем Многообразии Про ускоренное развитие Можно долго говорить Это не всегда Хорошо И Заканчивая Уже Я могу сказать Что Очень важно Чтобы Кроме математики Физики И технологии Детям Были Преподаны Те основания Которые Помогут Им тогда Когда им Не будет Хватать Собственного Драйва Может быть Каких-то Эмоциональных Сил Может Когда Им просто Будет Непросто И это То Что Я в последнее Время Слышу Как запрос На исследования И Это Социокультурные Коды И Социокультурные Коды Это Культурное Ядро Общества То На чем Оно Держится То Что Позволяет Чувствовать Свою Идентичность И Для наших Детей Важны Не только Гаджеты И Не только Как я Выступаю На Конференции По Кванториуму Говорила Что Это Прекрасно Что Вы можете Разломать Микроскоп Позволить Это Сделать Каждому Ребенку Но Если Не будет В Кванториумах Живого То Это Будет Одностороннее Воспитание И Поэтому Из Самых Важных Социокультурных Кодов Я Наверное Выделила Наше Чувство Уважения Предков И Возможность Построения Дальше Родовых Деревьев Наше Чувство Красоты Практически Физическое Чувство Правды И Неправды Чувство Живого И Смех Нигде Так Хорошо Не смеется Как у Нас И Хорошо Если В семье Мамы Бабушки Смеются Потому что Означает Что семья Здорово Спасибо 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 большое Марина Владимировна Вот такие Системы Скажите Пожалуйста Вот мы Конечно С первого раза Все не запомнили Разошлем Родителям Замечательно То есть Если вдруг Системы Не уложили С первого раза Что нормально Я так думаю Марина Владимировна Долго Изучала Составляла Их Почитаем Ольга Владимировна Вашу презентацию Тоже с удовольствием Я думаю Родители Посмотрят Ну а сейчас Уважаемые родители Те кто у нас Здесь сейчас Те кто у нас В онлайн Нас смотрят Я предлагаю Немножечко Нам с вами Тоже включиться В процесс Не только Быть слушателями Но и быть Еще теми Кто задает Вопросы И есть у нас Вопросы Которые к нам пришли Мы начнем Мы вас просим Включаться А сейчас Вопросы В социальной сети Ну что ж Уважаемые эксперты Дмитрий Альбертович Ольга Владимировна Марина Владимировна Я вас прошу Включаться Дочь ведет себя Как будто она мама А я ее дочь Не хочет слушать меня Хочет чтобы я ее слушалась И все делала Как она хочет Ну я так понимаю Логичное завершение Комментария Что делать Возраст какой не написали Дайте нам какой-нибудь ответ Но дочь ведет себя как мама Вот хочет и ведет Лет 35-40 Может быть Тогда нормально Тогда нормально Ну У кого дочь ведет себя как мама Есть такое? Есть Это вы прислали вопрос? Нет Сколько лет ребенку? 12 лет Ну то есть Моя дочка всегда так тоже Меня спрашивает Что вот А давай так Ты будешь маленькая А я буду твоя мама То есть Вопросы такие тоже задает мне Ну я так понимаю Что у вас Это дискомфорта Не вызывает А здесь конечно Крик души О том Да что же мне делать Разные позиции Что делать? Нормально ли это? Плохо? Хорошо? Это все зависит от возраста Если маленькая девочка В 3-4-5 лет Говорит Я сейчас буду твоей мамой Это вообще нормально И пусть И играйте в это И слава богу Если она делает это в пубертате То поев насторожится Она что-то не может высказать Как мнение Ей удобнее через это Если она возьмет И станет материнской позицией Тогда она позволит себе Высказать то, что она хочет Если это в 16 То это тревожно Потому что Ребенок Испытывает Ну большие опасения Перед взрослой жизнью Если это больше Идите к психологу Спасибо за ответ Спасибо Уважаемые эксперты Уважаемые родители Будем в быстром темпе Потому что у нас 30 минут На вопросы и ответы Есть ли вопросы из зала? Будем честны Да, вопросы из зала Да, Виолетта, пожалуйста Дай микрофон Вопрос из интернета Здравствуйте, Мария Владимировна Вот у меня такой вопрос Если ребенок что-то делает Он занимается А нужно идти на ужин Вы сказали, что Тревожить ребенка не нужно Ну а время ужина наступило Что в этот момент делать? Оставить его в покое Ужинать без него? Он потом поужинает сам один? Или как? Как тут быть? Спасибо Услышала вопрос Я бы сказала следующее Вы подошли к ребенку Посмотрели Спросили Во что он играет Да Вот Вы проявили интерес К его игре Спросили Сколько тебе нужно времени Чтобы закончить? Он вам что-то ответит Вы говорите Хорошо Тогда мы тебя ждем И пойдемте Если он не придет Оставьте его один раз таким Оставьте ему холодный ужин Ничего страшного не будет Совершенно Но он для себя сделает Определенные выводы Первое Вы уважаете его игру Третье Если он вовремя не закончит Он будет есть холодный ужин Это его выбор Отлично Никакого насилия Спасибо большое Уважение Спасибо Уважение Потому что мама Сделала ужин Вот я прекрасно В этот момент Понять Вот же В нашей семье Мы тоже как-то Стараемся Чтобы дети Стараемся Чтобы дети Тоже уважали И прививали Нашим детям Уважение Не только Допустим То что я сделал Или моя супруга Или бабушка Да Но и Мы показываем Что Я уважаю То что ребенок сделал И его мнение Соответственно Вот в этой ситуации Я как раз тоже На это обратил внимание Да Он играет И сразу подумал Сейчас очень много Дети больше играют В компьютер Вот там какую-то Игру достать С полки Да Посидеть Фишки побросать Уже это очень редко Поэтому А здесь мама Приготовила Уважение Именно И То что Мама старалась К определенному Времени Здесь мне кажется Нужно так ребенку Объяснить Что твоя игра Это очень хорошо Но Мама К определенному Времени Какая-то договоренность Какие-то традиции В семье есть Соответственно Ребенок должен понимать Что время пришло И он должен Заранее планировать Свою игру Чтобы Мама Как говорится Да И была не обижена Спасибо за комментарий Чуть ограниченного времени Спасибо за ремарку Можно я просто Отвечу Вот Вы все правильно Говорите И уважение к матери Это очень важно Но Всегда Помните Что ребенок Находится в более Слабой позиции Он не может Сказать Я отменяю Ужин Или что-то другое Либо только От отчаяния Поэтому Вот это Надо всегда Учитывать Что вы можете Конечно сказать Как ты не уважаешь Маму Как тебе там Не ай-яй-яй Но он находится Всегда в более Слабой позиции Это не означает Что надо идти у него На поводу Надо чувствовать Но Мы сильнее Да Нужен баланс Спасибо большое Теперь персональный вопрос Ольге Владимировне Ольга Владимировна Все-таки вы Обаяли Очаровали кого-то То ли в зале То ли на онлайн Потому что пишут Ольга Владимировна Наставничество с вами Это обязательно Постоянный личный контакт Или возможно Дистанционное взаимодействие Вот так Вопрос от родителей У меня есть студенты С которыми я работаю Вот в Рыбной Слободе Потом По территории Татарстана И мы Или выходим в скайп Или общаемся В мессенджерах Или встречаемся На регулярных мероприятиях Университета талантов То есть это Регулярные взаимодействия В любом онлайн И оффлайн формате Спасибо большое Продолжу задавать вопросы Ребенок быстро забывает Школьный материал Что делать? Что делать? Родители сразу отвечают Нет, это вопрос к экспертам Эксперты Скажите нам, что делать В социальных сетях Хотя знать Если ребенок быстро забывает материал Если он быстро развивает материал У этого могут быть три причины Первая органическая Вторые две просто психологические У него может быть на минуточку еще и стресс от класса И надо сначала просто снимать вещи Которые не будут мешать дальше Использовать инструменты уже развития памяти как таковой Потому что, например, если это стресс от учителя Или от буллинга в классе Понимаете, да? Тут никакие приемы не помогут Поэтому сначала надо снять те вещи Которые будут мешать А если останется только одно развитие памяти Есть очень простой навык Вы кладете ребенку пять предметов Бросите его запомнить Накрываете салфеткой И говорите Вот теперь перечисляй, что там И вот эти вот очень простые приемы Они, во-первых, вносят элементы игры Они обязательно должны быть поощряемы Но они очень хорошо развивают Вот эти первые навыки памяти Ну, а вторые навыки – это стихи, конечно Все старое, хорошо забытое помогает Чтение и запоминание стихов Хороших стихов, которые выбирает сам ребенок Оно будет очень стимулировать Спасибо большое за ответ Есть комментарии? Да, я вот наблюдаю за студентами И за школьниками, с которыми работаю Есть такая тенденция, что Вот объем долговременной памяти Да, вот то, что они помнят Он снижается в силу того, что Постоянное общение с гаджетами Возможно что-то узнать в поисковых системах Оно постоянно и доступа постоянно И нет необходимости Огромное количество информации держать в памяти Гораздо важнее качество, которое позволяет Адекватно анализировать эту информацию Выделять важное, строить на основании этого выделения Какие-то четкие структурные взаимосвязи Поэтому до какой степени проблема является проблемой Важно снять органику и понимать Для чего нужно запоминать Может быть это никак не связано с мотивами Какая практическая привязка есть у процессов То есть сначала самое главное исключить Органику Органику и стресс в школе исключить И потом еще надо учитывать Что если наша психика не считает это значимым Она не будет это запоминать Мозг это вышвыривает Вот знаете в такие кладовые откуда не найдешь А если это просто не использовать Все это убирается за ненадобность Потому что информация не используется Все это уходит туда, где уже не достанешь Родителям понятно органика, да? Что такое? Есть кому непонятно? Если нужно, раскроем Нет, всем все понятно, все начитаны Мы продолжаем Вот такой философский вопрос Бывает ли талант в настоящем понимании? То есть талант любить людей, талант быть мальчиком, талант дружбы и так далее Вот такой интересный вопрос Мне кажется, да Однозначно, суперталант Дмитрий Альбетрович, что скажете? У вас микрофона нет? Вот так вот Мне вообще не нравится слово талант Потому что человек Это есть многогранная фигура И каждая его грань должна сверкать Какая-то поярче, какая-то менее яркая Но сверкать должны все грани Поэтому, как мы говорим талант Мы тем самым выводим человека Вот мне и университет талантов названия Мне сразу же, я говорю, не нравится Мы сразу же Нет, на самом деле Потому что вольно-невольно Мы сегрегируем детей Которые ходят в университет талантов От детей, которые не ходят в университет талантов И сразу же на уровне психики детей Возникает восприятие Вот они талантливые Они там чего-то Это кастовость Это развитие кастовости Вот я против абсолютно этого всегда И это очень большая проблема у нас в университете Когда мы получаем абитуриентов Ну, представляете себе Мы набираем 10 тысяч абитуриентов каждый год Приходят с совершенно разными уровнями подготовки Они не виноваты, что они учились в сельской школе Дети, кто-то в городскую Кто-то имел возможность посещать в университет талантов Кто-то не умел Они все разные Как нам их Вот почему я стал говорить Об индивидуальных образовательных траекториях Об индивидуальном подходе Потому что мы их не можем учить в одном потоке А если мы будем разделять Как было в 90-е годы Была такая практика Значит, поток сильных студентов Поток слабых студентов Тоже не работает Совершенно Потому что это сразу же Работает на оборот На минусовую Скажем так, отдачу Люди себя чувствуют ущербными Следующий момент Когда мы начинаем их смешивать В одной группе Тоже говорят Хорошо, там в группе есть лидер Вот мы будем учить Ориентируясь на лидера Остальные подтянутся Нет Остальные тоже не подтягиваются Потому что у них возникает сразу же барьер Они чувствуют себя Немножко неуютно Некомфортно И на занятия перестают просто-напросто ходить Потому что идет работа на лидера Поэтому Здесь Вопрос состоит в том Что Когда мы говорим о таланте Если мы говорим о таланте То нужно быть талантом Быть человеком Вот это главный талант А остальное уже Остальное Ну то есть самый главный талант Вот Мы можем признать Такой социальный талант Любить людей Быть человеком Ну что ж Спасибо за этот замечательный ответ Ну сейчас, дорогие друзья Я предлагаю всем тем, кто в онлайне И всем тем, кто с нами здесь Еще ответить нам на три вопроса Потому что нам важно понимать тоже ваше мнение Итак, сейчас для того, чтобы мы ответили на вопросы Нам нужно перейти по ссылке Ссылка у нас в письме Вам сегодня пришло письмо на почту И там есть ссылка Не та, по которой мы трансляцию должны были посмотреть А вторая ссылка Обращающаяся еще к тем, кто в социальных сетях Вторая ссылка Пройдя по ней, вы увидите вопрос И вопрос звучит так Чем вы руководствуетесь в выборе профессии для ребенка? Чем вы руководствуетесь? И есть варианты ответов Вы можете выбрать один вариант Можете два Можете сколько угодно Вот такой вопрос к нашим слушателям Чем вы руководствуетесь в выборе профессии для ребенка? Ссылка на почте, да. Отлично. Ну что ж, пока у нас идет голосование, уважаемые эксперты. Вопросов у нас больше, чем времени. Мы обязательно, хочу сказать всем, кто здесь сидит, всем, кто в онлайле, если у вас есть вопросы, обязательно их запишите, оставьте нам, пришлите в комментариях, мы все выписываем. На все неотвеченное в прямом эфире мы обязательно ответим в социальных сетях. Отдадим экспертам, передадим, спросим их мнение, и ответ вы обязательно получите. Ну что ж, я думаю, с этим вопросом мы… у вас вопрос есть. С этим вопросом мы справились, у нас следующий вопрос уже из зрительного зала. Я хочу озвучить один вопрос. Ребенку 12 лет, и у него пропала мотивация к обучению. Что делать? Мотивация к обучению. 12 лет ребенку. Что делать? Это шестой класс. Да, шестой класс. Ну, я бы сказала, что это нормативно. То есть не надо пугаться. И пришла такая усталость вот с середины пути. Скорее здесь может помочь, ну, я буду говорить так, как я чувствую, да? Либо смена школы, ну, так радикально, либо нахождение студии, которую надо включить и помочь ребенку просто увидеть расширение своей рамки. Он устал потому, что рамка очень сузилась. И он просто инстинктивно боится вот дальше, что она будет сужаться все больше и больше, и он придет в какой-то тупик, в котором будет совсем неинтересно. То есть ему надо расширить поле обязательно. Просто спрашивать, говорить, все равно мы с тобой будем жить и радоваться дальше. Давай. Поэтому хочешь вот так вот, дайте ему выбор. Хочешь, перейдем в другую школу. Хочешь, мы с тобой найдем ту студию, в которой ты будешь получать то, что ты не получаешь сейчас. Но то, что мир не заканчивается шестым классом, это точно. То есть вот дайте ему свое внутреннее чувство, не я с тобой. Спасибо большое за ответ. Получен ответ. И теперь уже финальный вопрос уже из социальных сетей. Вот тоже возраст 12 лет, и здесь вопрос такой. Как девочку 12 лет приучить к женственности? Вот такой вот вопрос. Заволновался у нас зал, видимо, откликается. Как приучить к женственности? Ну, такая формулировка уж к нам пришла. Приучить к женственности. Может быть, привить женственность, да? Ольга Владимировна? Трактовка понятия женственности, да, и формулировка приучить. Мне кажется, лучший формат – это показать какие-то образцы женственности. Если что-то там откликнется в ребенке, да, какие-то варианты женственности и отзовется, то это вот единственный способ почувствовать принадлежность к вот такому формату. А если нет, то и, ну, как сказать? Вы знаете, в 12 лет, вот только что из показанной мной самой презентации, видно, что закладывается возможная неудовлетворенность с собой. Если надо приучать к женственности, это означает, что девочка начала страдать от того, что она кажется себе некрасивой. Поэтому вот обязательно внимание к этому вопросу. здесь надо быть одновременно честной, но, с другой стороны, очень бережной к этому возрасту, потому что фактически это ее будущее. Если девочке хочется сделать дреды, пирсинг, вот только не вот эти, как их зовут? Не тоннели. Я знаю одну из своих клиенток, у нее две красивейших дочери, и младшая стала комплексовать, и она сказала, все, я свои длинные белокурые красивые волосы, вот прямо, знаете, ниже пояса, хочу превратить в дреды. Мама пришла ко мне в ужасе, полная слез, и сказала, это моя красота, сказала она. Я говорю, что ты говоришь, это ее красота, это не твоя красота. Но она изродует свои волосы. Я говорю, нет. Через месяц дреды были сняты. Сейчас волосы опять прекрасные, длинные, все хорошо. Поэтому позвольте девочке экспериментировать, но остановите ее перед краем, который потом будет очень сложно исправить. Ну да, сказать, вот давай вот это, вот это, вот это можно, а вот это давай не надо, да? Знаешь, сколько денег стоит потом это поправить? Ну вдруг тебе не понравится. Нанеси себе татуировку, ну смываемую. Сделай себе, не знаю, этот пирсинг, брови. Ну потом это зарастет. Вот, но ребенок экспериментирует, и он очень нуждается в поддержке. Ну это про женственность. Ну, наверное, здесь получилось не только про женственность, да, а про то, что мы позволяем детям экспериментировать. Тут не только для девочек, а для мальчиков, я думаю, подойдет этот комментарий. Позвольте ребенку экспериментировать во внешности, в выборе профессии, в выборе хобби, в выборе того, что он действительно сам хочет. Ведь такой эксперимент длиной в жизнь, мы ведь сами экспериментируем до сих пор. Просто у нас уже мама на нас такого влияния и папа не оказывает. Ну что ж, дорогие друзья, вот, к сожалению, время бежит неумолимо. Мы благодарим всех тех, кто с нами в онлайне, и сейчас мы увидим ответ на вопрос, который мы задали, потому что результаты появятся? Нет, не появятся на экране, они появятся у вас на почте. Мы обязательно посмотрим всю статистику. Но прежде чем мы попрощаемся, у вас на почте. Сегодня вам на почту придет еще одна ссылка. Мы сегодня владеем цифровыми технологиями. И если, когда вы ее заполните, мы сможем получить данные по обратной связи. Кто-то уже меня выключает тихонечко. То есть мы должны понимать, что же вам необходимо от нас, что вам необходимо знать, какая информация, какие данные, какие еще вопросы в рамках родительского образования вас волнуют, о чем бы вы хотели поговорить и о чем бы вы хотели спросить. Спасибо вам большое. Давайте поблагодарим наших замечательных экспертов. Все вопросы обязательно будут отвечены. Спасибо всех тех, кто сегодня пришел очно, заинтересованный, активный. Спасибо всем тем, кто сегодня были с нами в онлайне. И спасибо тем, кто посмотрит это собрание в записи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok